МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание. Решение, которое было принято, позволит дополнительно готовить производственные цеха, площади. Во дворце спорта Видное состоялся фестиваль здоровья. Сделали кардиограмму, сейчас пойдем к терапевту, а потом по ходу посмотрим. Прощальный бал в Филимонковском детском доме-интернате. На традиционном совещании в режиме видеоконференции губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о новых и уже существующих мерах поддержки предпринимателей. Среди них субсидии призваны компенсировать затраты на создание инженерной инфраструктуры и покупку оборудования. Гранты на компенсацию процентов по кредитам. В ходе совещания Андрей Воробьев отметил важность новой программы промышленной ипотеки, которую правительство России запустило 5 сентября. Решение, которое было принято, позволит дополнительно готовить производственные цеха, площади и, соответственно, тем, кто начинает бизнес по льготной ставке 3 или 5 процентов, сейчас это обсуждается, до 500 миллионов будут такие ипотечные промышленные кредиты выдаваться. Андрей Воробьев отметил, что благодаря различным мерам поддержки бизнеса на государственном, региональном и муниципальном уровнях в области сохраняется положительная динамика экономического развития. За первые полгода нашей деятельности инвестиции привлечено на 500 миллиардов. Это хороший темп, если мы также успешно завершим второе полугодие. Губернатор рассказал, что работа по принятию новых мер поддержки предпринимателей ведется постоянно. Среди стратегически важных отраслей он отметил сельское хозяйство, IT, промышленное производство и импортозамещение. В Ленинском округе прошел фестиваль здоровья. Мероприятие, в котором участвовали государственные и коммерческие организации здравоохранения, стало первым в Подмосковье. В минувшие выходные во Дворце спорта Видное состоялся фестиваль здоровья. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа. Идея проведения принадлежит Елене Олейник, директору одного из видновских салонов оптики. Цель вообще такая была, чтобы наши жители города Видное могли получать качественные медицинские услуги в своем родном городе, не выезжая за пределы его, потому что на территории Ленинского городского округа очень много медицинских специалистов. Замысел организаторов состоял в том, чтобы собрать под одной крышей представителей государственной и коммерческой медицины, работающих на территории округа. Сегодня жители города познакомятся и округа, познакомятся с медицинскими учреждениями, коммерческими в том числе, и многие из них смогут попробовать бесплатно некоторые процедуры, которые будут им интересны. Мы бы хотели, чтобы мы эту историю проводили в ежегодную, а может быть даже несколько раз в год, потому что медицина развивается, потому что нам необходима консолидация наших учреждений, как муниципальных, так и частных. Я считаю, что это очень хорошая история, которую нужно поддерживать. Очень быстро данная инициатива нашла поддержку у администрации муниципалитета. Нам очень важно, чтобы учреждения здравоохранения государственные и учреждения негосударственные взаимодействовали, чтобы они друг другу были помощниками, и те, и другие работают на человека. Я считаю, что это удачная мысль, и такие мероприятия должны повторяться и повторяться. И самое главное, что формат нужно расширять, то есть все время нужно добавлять что-то новое, креативное. Потому что у нас первый раз такое в городском округе, да, и я сегодня вижу обратную связь отличную, то есть действительно это посребовано. Врачи Видновской районной клинической больницы рассказали посетителям фестиваля о своей работе. Жители округа могли прямо на месте получить консультацию специалистов, пройти диспансеризацию, сделать прививку от COVID-19 и гриппа. Также было развернуто множество обучающих площадок. Мы здесь развернули площадку и установили макеты для того, чтобы научить делать внутримышечные уколы. Все слышали, но никто не делал, да. Потом, значит, прямой массаж сердца. Потом, значит, травматологи показывают, как определить какой перелом, какого сегмента и как можно оказать первую помощь с подручным следствием. Врачи-стоматологи показали современные технологии диагностики и лечения зубов. Портативное рентгенооборудование. То есть, чтобы пациенту делать снимки, не вставая с кресла. То есть лечится зуб, необходимо сделать снимок, мы его делаем. Тут же выводится на экран изображение, и врач продолжает свою работу. Также свои выставки представили 16 коммерческих организаций. Многие из участников подготовили тематические лекции и выступили перед собравшимися. Жители округа отметили пользу проведения мероприятия такого формата. Терапевта прошла, эндокринолога, афтерматолог, УЗИ, глаза проверила, глазное давление. Делали кардиограмму, сейчас пойдём к терапевту, а потом походу посмотрим ещё. Мы только приехали. Ещё к кукулисту сходим, невролог, если есть, можно сходить. Я проверяю контрольные цифры своего здоровья. Это нужное дело. У меня всё нормально, отлично. Планируется, что подобные фестивали здоровья будут проводиться ежегодно. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видновская районная клиническая больница продолжает активно обновлять оборудование. Недавно здесь появился современный аппарат комбинированной терапии, который способен заменить функционал целого физиотерапевтического кабинета. Познакомилась чудо-агрегатом и наша съёмочная группа. Грень, артриты, гематомы, атиты, рениты, проблемы с кожей и иммунитетом, заболевания желудочно-кишечного тракта, гинекологические болезни. Какие только заболевания не лечит новый физиотерапевтический аппарат комбинированной терапии, появившийся недавно в отделении восстановительного лечения Виновской районной клинической больницы. Этот аппарат позволяет производить лечение, оказывать физиотерапевтическое лечение больным, используя токи, магнитотерапию, ультразвуковую терапию, лазеротерапию. Причём производить можно лечение одновременно как двум пациентам, так и одному пациенту, но производить двумя факторами. Для каждого заболевания «Умная машина» предлагает свои варианты лечения, в которых уже прописаны как параметры и время процедуры, так и их частота. Всё это отображается на экране монитора. Только в курсе магнитотерапии более 120 протоколов лечения различных болезней. Мы выбрали программу «Зудящий драматит». Слава Богу, с глазок у меня всё это ушло. И вот таким образом отставляем. Здесь идёт воздействие магнитными полями. 15-летняя София Козлова лежит в Виновской районной клинической больнице уже три недели. Безобидная прогулка в дачном лесу окончилась для девушки госпитализацией из-за укуса клеща, заражённого боррелиозом. Помимо капельниц, уколов и таблеток Софии прописали и физиотерапию. Домой, говорят, ещё не скоро. А сколько раз уже были на физиотерапии на такой аппарате? На физиотерапии раз пять уже. Уже лучше. Я иду на поправку, и мой дух ничем не сломит. Лечение токами на новом аппарате проводится с помощью удобных вакуумных насадок вместо привычных пластин, которые вечно норовят сползти. Лазер хорош для лечения отитов и ринитов – лучшей регенерации ран. Такая совершенно замечательная насадка – это кластер. Здесь идёт воздействие как инфракрасным, так и красным лазером. То есть идёт сочетанное воздействие. И если красный проникает чуть-чуть поверхностно, инфракрасный глубже, то тут происходит такая когеренция, тихон, и оно оказывает более полное воздействие. Ультразвуковая терапия на аппарате показана при воспалительных заболеваниях суставов, мастопатии для рассасывания после операционных рубцов. Словом, новый физиотерапевтический аппарат способен справиться практически с любой проблемой. Лечение могут получить все пациенты стационара ВИДНОВСКОЙ РАЙОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦИ после консультации с врачом. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Четырёхтысячный ребёнок появился на свет в Видновском перинатальном центре. Малышка Эмма стала третьей в дружной и многодетной семье. На юбилейной выписке побывала наш корреспондент Галина Житкова. Жительница города Мытищи Эрминэ Базикян в Видновский перинатальный центр попала по направлению изманиага. Врачи поставили серьёзный диагноз – вырастание плаценты. Когда я пришла, я была очень испуганной. Но потом, это не операция пошла, это успешно. Я даже сейчас, когда помню, как мне полтора часа вставили вот эти все катетеры, я посчитала, я купила счастье. Я говорю, как я это вытерплю, но там все отношения очень хорошие. Сегодня она безмерно счастлива и с гордостью обнимает свою маленькую девочку. Каждую минуту благодарит лечащего врача, который подарил жизнь им обеим. Мы выписываем пациентку, у которой был диагноз вырастание плаценты вроде без сноматки. Это такая тяжёлая акушерская патология, которая сопряжена с высоким риском кровопотери, массивной и материнской смертности. В нашем перинатальном центре мы разработали методику операции таких пациенток. Благодаря профессионализму врачей центра малышка Эмма родилась в доношенном сроке 37 недель и в положенное время вместе с мамой отправляется домой. Там её с нетерпением ждут братик и сестрёнка. У нас перинатальный центр третьего уровня, мы оказываем высокотехнологичную помощь. Вот так случилось, так совпало, что мамочки этого малыша оказывали высокотехнологичную помощь. У неё была беременность, которая могла закончиться с осложнением, но, слава богу, всё произошло благополучно. Здоровый, большой, крепкий малыш. И вот сегодня мы выписываем такое радостное событие. Всего в августе в Винновском перинатальном центре родилось 545 детей. Причём мальчиков чуть больше, чем девочек. Галина Житко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Праздник с ноткой грусти. Сотрудники Фельмонковского детского дома-интерната в исторической усадьбе Остафьева провели прощальный бал. В связи с реорганизацией учреждение закрывается. Подробнее расскажет Юлия Пагасьян. Тёплый вечер уходящего лета сотрудники, воспитанники и друзья семейного центра Фельмонки провели в красивых интерьерах старинной усадьбы Остафьева. А причиной стало закрытие образовательного учреждения. Я не скажу, что закрывают детский дом. Реорганизация проходила не только в учреждениях социального развития. Реорганизация проходила в медицинских учреждениях, в образовательных учреждениях. Теперь реорганизация дошла там до нас. Через 10 лет семейный центр Фельмонки должен был отметить 100-летний юбилей. Здесь обучались дети с задержкой интеллектуального развития, в основном из неблагополучных семей. Всего порядка 60 ребят. Все они будут распределены по другим интернатам Московской области. Те же, кто достиг выпускного возраста, отправятся вести самостоятельную жизнь в тренировочных квартирах. Среди них немало тех, которые получили среднеспециальное образование. У нас есть совместный проект с благотворительным фондом «Дети Марии». Уже мы с ними работаем давно. У нас уже трое ребят ушли на тренировочные квартиры. Проект заключается в том, чтобы дети в течение года получили более насыщенные, так скажем, навыки. И бытовые, и социальные, и интегрировались в общество. На этом прощальном балу страницу в истории загрыл не только Филимонковский интернат. Семеро выпускников навсегда простились с детством и шагнули во взрослую жизнь. Ребята отправятся изучать мир вне стен семейного центра. Больше 20 лет дома-интернату помогала администрация Ленинского городского округа. Дружба берет свое начало с тех пор, когда филимонки еще входили в состав района. Но реорганизация не повод расставаться. Так считает председатель профсоюза работников госучреждений Ирина Архангельская. Уже идет у нас работа совместная. И как я, как и председатель профсоюзов, и как депутат, конечно, хочется с ними дальше продолжать работу, потому что люди творческие, люди ответственные, и знающие свое дело, и не хотят, чтобы все-таки у нас продолжилась наша дружба и в дальнейшем. Бал продолжился допоздна. Ни один из гостей не остался в стороне. На паркет в этот вечер вышли абсолютно все. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская. Видно этого. В поселке Лопатина прошел осенний фестиваль знаний. В рамках мероприятия местные досуговые центры провели день открытых дверей. Для гостей праздника подготовили большую концертную программу с участием творческих и музыкальных коллективов жилого комплекса. Фестиваль знаний в поселке Лопатина был приурочен к началу учебного года. Мероприятие организовано при поддержке администрации Ленинского городского округа. Вообще такой формат у нас практикуется в этом году впервые вообще на территории округа. Фестивальная программа, она позволяет познакомиться шире, глубже между соседями, узнать те организации, которые работают в сфере дошкольного, школьного образования, дополнительного. Мы поздравляем вас с этим днем и желаем вам счастья, здоровья и благополучия. Будьте счастливы, наслаждайтесь праздником. В рамках фестиваля знаний все учреждения дополнительного образования микрорайона провели день открытых дверей и познакомили жителей со своими секциями. Любой желающий мог поучаствовать в мастер-классах, играх и конкурсах и определиться с выбором направления. Самое главное это вообще показать людям, какие есть направления в нашем жилом комплексе. Повысить рейтинг нашего жилого комплекса среди других жилых комплексов, потому что очень сложно, мы живем до такой транспортной ограниченности, поэтому людям сложно выезжать и они должны знать, чему они могут научиться здесь у нас. Самыми активными на фестивале знаний были юные жители. Некоторым мальчишкам и девчонкам удалось посетить сразу несколько творческих площадок. Сейчас хочу я сходить, попробовать научиться петь, а сейчас я вот делаю поделку. Мы делали с моим другом дерево и нам в принципе понравилось, и тут хорошие призы. Я шарик надувала, ну, хотела еще поучаствовать в том дерево, делать поделку. Алена Махавеева пришла на праздник вместе с дочкой Настей, которой недавно исполнился один год. На фестивале знаний для таких малышей было много интересных развлечений. Очень классный праздник, ребенку очень нравится, много мастер-классов, подарки мы купили, конкурсы поучаствовали даже. Местные жители отмечают, что в их микрорайоне регулярно проходят интересные мероприятия на открытом воздухе. У нас очень молодой район, и большинство жителей здесь проживают именно с маленькими детьми школьного возраста, детский сад. И довольно часто проходят мероприятия, приурачивают к разным праздникам, день семьи, любви и верности, день защиты детей. В основном летние и зимние мероприятия, ярмарки тоже проходят. Очень хороший праздник. Мы вот только что подошли. Отдыхаем, наслаживаемся. Для гостей фестиваля была подготовлена и большая музыкальная программа. На сцене выступали только артисты и творческие коллективы жилого комплекса. Висится нам не рокот в космодромах, не пролетиная синева. У нас в ЖК живут очень талантливые люди, медийные личности, которые могут выступить и порадовать своих соседей со своим выступлением. Артем Понин, юный участник праздничного концерта, выступил с танцевальным номером. Когда мне было 7 лет, я занимался футболом, но футбол мне как-то не зашел. И через год я пошел на брейданс, потому что я увидел, что там очень делают крутые трюки, всякие сальто. И мне это очень понравилось. И сейчас я занимаюсь два года. Такие мероприятия позволяют людям из новых жилых комплексов не только весело провести время, но и познакомиться с жизнью микрорайона, расширить круг знакомых и подружиться с соседями. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.